Глава региона сегодня получил первый подарок к яблочному спасу от воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В это учреждение попадают дети от 3 до 12 лет, пострадавшие от жестокого обращения. Как сегодня выявляют такие случаи и как удается помогать ребятам возвращаться к нормальной жизни, об этом наш следующий материал. Цветы жизни, которым необходимо вовремя прийти на помощь. Выявить детей, пострадавших от жестокого обращения, задача не из простых. И над ней работает широкая группа специалистов, начиная от работников образовательных учреждений, администрации и доследственного комитета. Вся эта работа всех специалистов направлена на восстановление и на стабилизацию психо-национального состояния ребенка. После того, как мы эту работу провели, работаем мы одновременно с семьей. Если есть возможность, мы, конечно, делаем так, чтобы ребенок вернулся в свою родную семью. В отношении нерадивых родителей сейчас возбуждено 4 уголовных дела. В случае лишения родительских прав, все чаще попавшие в центр ребята обретают новые семьи. Как пример, 8-летний Даниил. Сегодня он с ребятами выступает перед высокими гостями. Мальчик попал сюда год назад, и сейчас сотрудники центра радуются, что для него нашлась семья. Маленький Сережа здесь еще новичок. Концерт смотрел на руках у губернатора. Все, наше приз, акиня пьяла. Социально-реабилитационный центр рассчитан на постоянное пребывание в нем 21 ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. С этими детьми работают специалисты разного профиля. Образовательный процесс в школах, если все проходит благополучно, не прекращается. С малышами проводятся в том числе всевозможные занятия для развития в самом центре. Уже готовую корзинку к яблочному спасу воспитанники центра подарили губернатору. В ответ на это Алексей Дюмин обещал исполнить мечту воспитателей об интерактивном столике для занятий с малышами. Этот столик поможет в развитии познавательных психических процессов, развить память, мышление, развить воображение. Центр для пострадавших от жестокого обращения детей новый, хоть и временный, но дом. Уютный и полный забота, тепла внутри, но уже требующий ремонта. Капитальный в планах провести в 2021 году. Уже в следующем начнется благоустройство территории, включая асфальтовое покрытие. Давайте в 2019 году я дам поручение, чтобы кроме того, тех объемов работ, которые мы запланировали, мы сделаем здесь хорошую, менее такую площадку с резиновым покрытием, чтобы она была универсальна. Чтобы это был такой спортивный уголок и какие-то подсказные сооружения для детей. Современные комфортные условия и добрые отношения работников центра, конечно же, помогут пострадавшим детям взглянуть на мир по-новому. Кира Черьевская, Олег Талашов, Вести Тула.